Ладно, к делу. Меня зовут Павел, многие меня знают, многие меня не знают. Мне сказали вставить что-нибудь о себе в начале презентации, я не нашел ничего лучше просто того, чем скопипастить скриншот своего линкединовского профиля. В общем, в двух словах суть такая, что я не работаю в академовских компаниях уже давно. Но я перешел на фриланс, и если говорить про работу, то я работаю на эстонскую компанию Replace Group. Вот, кстати, нам нужны C-Sharp разработчики. Я у них там TeamLiju, немного занимаюсь архитектурой, и по долгу службы я очень много работаю с базами данных, с SQL. То есть, в принципе, компания занимается тем, что делает систему управления складом, грубо говоря. У них здоровенный склад в Эстонии, там для поддержанной техники. И в ходе этого, в ходе разбирательства над этой системой, я очень много, скажем так, имел опыта работы с NTT Framework, с парой других ORM, с Dapper, ну и с системной архитектурой. И вот я смотрел на это все, думал, думал, и наконец понял, что NTT Framework работает вообще неправильно. Нет, ну как, некоторые хорошие моменты в нем есть, но в основном он работает неправильно. И сегодня я вот, я не знаю, это во мне бурлило и кипело. И когда мне предложили прийти на митап, да, побыть докладчиком, я подумал, что, блин, а почему бы не рассказать об этом другим людям? Ну потому что все, я уже не могу терпеть. Я уже устал сидеть, рассказывать это все. Знаете, такую методику. У вас есть уточка на столе, и вы обсуждаете задачу с уточкой. Вот есть такая методика в разработке. Вот я уже устал обсуждать это с уточкой, и мне захотелось каких-то живых людей, наверное, привлечь к этой дискуссии. Вот. Собственно, к теме. Я долго думал, с чего начать. Притом, с чего начать так, чтобы это не звучало как стендап. Но не придумал в итоге ничего лучше. У вас бывало такое, что вы пишете проект с использованием ORM, вот вы пишете его, пишете, а он раз и говно. Вот у кого такое было? Кто работает? Да, да, да. Какие ORM вы используете? И хибернейт, там вот кто поднял руку. С каким ORM вы работаете? Кто? Кто? А, телерик. О, господи, у них есть свой ORM. И эти туда же. Ну, короче, у меня такое бывало уже несколько раз, уже через несколько проектов я прошел, наблюдал вот эту фигню. Вот. Но вот в текущем проекте прям критически важно сделать так, чтобы он был не говном. Но у всех такое бывало. Да. И давайте немного поговорим о том, почему проекты с ORM, они частенько скатываются вот в то, что они скатываются. Поговорим об этом, как оно все начинается. Вот вы начинаете проект с ORM. Вы думаете наверняка, что вот в этот раз я точно все будет хорошо. Вы делаете свою модель сущностей. Вы используете код first миграции. Вы настраиваете. У вас все так идет хорошо. У вас все связи там один ко многим. Многое ко многим вы стараетесь не использовать, потому что это жопа. У вас так хорошо и понятно, пишется крат. Вам приятно. Приятно. Притом вы знаете, что самое интересное? Приятно не только C-Sharp разработчикам. Например, в Python, в Ruby и во всех других веб-фреймворках, например, которые и веб-системах разработки, каркасах. Им тоже всем приятно, потому что у них тоже есть ORM. Но потом у вас начинаются проблемы. Какие проблемы, с какой проблемой вы сталкиваетесь с самой первой? Вот с самой первой проблемой вы сталкиваетесь с групповыми удалениями из базы данных. То есть у вас есть ORM, напоминаю, у вас есть модель сущностей, то есть классы некоторые, у вас есть некий дата-контекст. И тут к вам приходит требование, самое простое, на странице отображается десяток товаров, сделать кнопочку, которая удалит их всех. И тут встает дилемма. Как это делать? То есть можно сделать правильно. То есть можно вытянуть все эти, не знаю, все эти товары в память, то есть из дата-контекста, там, by querible to array, и у каждого вызвать remove. Можно сделать, можно поработать немного с attach'ем, то есть вот с этой внутренней entity-фреймворкской фигней, то есть можно создать сущность только с первичным ключом и сказать ей remove. А можно написать маленький кусочек прямого SQL. Всем же хочется написать маленький кусочек прямого SQL, да? И при том вы понимаете, что это в любом случае будет работать быстрее. Потому что одно дело, когда у вас удаляется 20 товаров, другое дело, когда их 5000. И в случае с 5000, вот такой вот, условно говоря, прямой запрос в базу, он будет работать гораздо быстрее. Ну понимаете, но Мартин Фаулер посмотрит на вас и скажет, что вы ему больше не сын. Потому что вы работаете в терминологии ORM, вы должны работать с объектами. Следующий случай. А, кстати, да, как немного, немного как обойти этот случай. Я писал на Хабре в своей статье про то, как интегрировать прямой SQL в, совместить его с entity-фреймворком, да? Но почему-то эту статью прочитало очень мало людей. Вот здесь прям в презентации есть ссылка. Но вот я сейчас смотрю и понимаю, что достаточно бессмысленно оставлять гиперссылки в презентации, да? Вот. Но тем не менее, зайдите, почитайте. Я нашел вот такое вот замечательное решение. Мне кажется, оно идеально работает. И это одна из тех штук, которыми мы реально пользуемся в живых проектах. То есть вот у нас все запросы с прямым SQL оформлены именно в таком виде. Черт побери, это дико удобно. Следующая проблема, да? То есть ваш проект развивается, и потом к вам рано или поздно приходят какие-нибудь продажники. И говорят, вот ты знаешь, чувак, нам от поставщика пришла Excel-ка, в которой перечислено 3 миллиона товаров, да? И вот теперь возьми как-нибудь, да? Сделай такую функциональную систему, чтобы каждый раз ее руками не вставлять, чтобы мы к DBA там или к админам не ходили, да? Сделайте кнопочку в системе, загрузите Excel, да? И встает снова вопрос, как это делать? И снова два варианта выбора. Делать выгрузку через SQL-балк-копи. То есть вы посылаете entity framework к чертовой матери, enhybernet, что угодно. Вы берете, делаете SQL-балк-копи вокруг подключения, вы выгружаете этот файл в базу и дальше херачите прямым SQL-ем, черт побери. Да? Ну или вы можете использовать метод entity framework, пойти правильным путем, и это будет работать чертовски медленно. Вас просто все повесят за такое быстродействие. У меня реально такое было, когда продажи закрывались в системе, ну, наверное, не знаю, часа полтора это занимало на продажу из 150 позиций, что-то в этом духе. Вот. То есть видите, оба варианта действий, они как бы получаются говно. Поэтому и да, многие узнали этот мем. Еще один вопрос, он не совсем релевантен именно URM, URM, но он релевантен архитектуре, которую люди делают для своих приложений, базируясь, имея какой-то подключенный URM. Вот, да? Это грануляция. То есть как вообще делать… То есть вот у вас есть какие-то классы сущностей. Окей, с этим все понятно. У вас есть где-то контекст. Окей, с этим тоже все понятно. Их можно разнести по разным сборкам. С этим тоже можно жить. Но дальше. У нас же есть какие-то сервисы. Например, вот сервисы, которые состоят из методов get что-то-что-то. И рано или поздно, пока у вас сервисов мало, вы не испытываете с этим никаких проблем. Но в скором времени вы сталкиваетесь с проблемой грануляции. А именно, вот какой-нибудь дебил приходит у вас, новичок на работу и пишет новый там какой-нибудь запрос в системе. И встает вопрос, а куда его класть? В какой сервис? То есть хорошо, когда у вас есть сервис для юзеров. Хорошо, когда у вас есть сервис для документов. Но что, если у вас появляется метод, который работает и с юзерами, и с документами? Куда его класть? Гениальное решение. Да, мы просто создаем еще один сервис и рано или поздно обнаруживаем себя в такой ситуации примерно. Что тоже очень плохо. И я забегая вперед, я расскажу, что с этим сделать. Я приведу одну хорошую технику, которая помогает с этим бороться. Что еще? В общем, рано или поздно, когда с ростом проекта, с ростом объемов, масштабов, с ростом количества операций, количества бизнес-логики, вас постигает безысходность. То есть вы все время, во-первых, вы все время мечетесь между этой дилеммой делать, чтобы было правильно или делать, чтобы работало быстро. С другой стороны, вы мечетесь с проблемами грануляции. Как это, черт побери, разложить все по бизнес-логике? И никто не дает ответа. Потому что почему? Ну, как мне сказали, в одной замечательной академовской фирме, я не буду называть ее имя, системный архитектор на фулл-тайм нам не нужен. Понимаете? Вот-вот. А потом проекты превращаются вот в то, о чем я рассказываю. Но сейчас я хочу сконцентрироваться на другом. Я не хочу здесь ругать академовские компании, потому что этому можно было бы посвятить еще, не знаю, дополнительных 8 часов презентации. Я хочу сказать следующее. Во-первых, рефакторинг вас не спасет в этой ситуации. Многие думают, о, замечательно, вот у нас такое говно в системе, ну, наверное, надо все отрефакторить. Они садятся, рефакторят, и по моему опыту этого хватает месяца на два. Ну, то есть где-то недели две вы это рефакторите, и потом через месяца два вы снова приходите ровно к тем же самым проблемам. Более того, нет никакого волшебного ОРМа, нет никакого волшебного подхода, который вас может спасти на текущий момент. Я сегодня попытаюсь один из них предложить. Почему, как, и многие люди, вот они тыкаются вот в это раз за разом, на многих проектах они сталкиваются вот с этой проблемой и не понимают, почему так происходит. Вот он ответ. На самом деле он давно был известен, но мало кто почему-то знает этот термин. Я, кстати, тоже про него не сразу вспомнил, когда делал этот доклад. Object Relational Impedance Mismatch. Impedance Mismatch. Это очень важный термин. Грубо говоря, что он под собой подразумевает? Это термин, да, я его нагуглил. Это термин из схемотехники. Я не шарю в схемотехнике, но там что-то про согласование сопротивлений. В чем суть, что интерфейсы работы базы данных и интерфейсы работы коллекций, они абсолютно разные. И вот от этого происходит большинство проблем с коллекцией, потому что с коллекцией вы работаете как с одним объектом, а база данных это на самом деле нечто концептуально другое. У них разный протокол работы. И большинство ОРМов совершают вот эту вот ошибку. Они пытаются спрятать огромную сложную сущность, которая называется база данных, в которой есть хреново туча возможностей. Индексы, подзапросы, всякие разные групповые апдейты, групповые вставки, SQL-балкопи, тот же самое обращение к другим серверам в той же сети, репликация, транзакции, бла-бла-бла. Они это пытаются спрятать за API-ем, черт побери, коллекции. Вот так делает в частности Entity Framework. Естественно, у вас ничего хорошего в терминах такого протокола работы у вас получиться не может. То есть вот ОРМ, я пришел лично к такому выводу, что ОРМ прежде всего плохи тем, что огромный развесистый API базы данных, вот такой насыщенный, у которого реально много возможностей и с каждым годом появляются все новые и новые, он просто сокращает до коллекции. То есть если вы пишете в идеологии использования ОРМа в таком виде, в котором они сейчас существуют, вы все неизбежно будете наталкиваться на вот эту проблему. Что с этим делать? Надо попробовать как-то решить проблему. Первое, что хочется сказать относительно решения, да, потому что я ее уже начал решать, а вы все еще сидите. Первое, что хочется сказать, что само по себе представление класса как таблицы, а экземпляра класса как строчки в этой таблице, это очень хорошая штука. Второе, и мы ее трогать не будем. То есть я не говорю, что вот настолько фундаментально все плохо и настолько фундаментально есть проблемы. Нет, в этой части метафора хорошая. Но вот все, что происходит дальше, это ужасно. Второй момент, свои эксперименты, там дальше будет код непосредственно, я расскажу, как с этим бороться. Свои эксперименты я строил поверх entity framework. Почему? Потому что entity framework отлично работает с маппингами, плюс у него отличный конструктор запросов, плюс там еще и система миграции. Короче, он избавил меня от кучи фигни, которую не нужно писать руками. Первое, как с этим бороться? Предложение номер один. Нужно осознать, что запросы в базу данных, изменения данных, это две абсолютно разных и не связанных друг с другом вещи. Где-то вы такое уже слышали. Кто-то из вас, наверное, знает термин CQRS. Кто-нибудь слышал про CQRS? Да, да, да. И вот то, что я сейчас буду говорить, оно идеологически CQRS. И я покажу именно, как в терминах C-шарпа можно сделать очень красивый CQRS вокруг запросов с вашей бизнес-логикой. То есть первое, что мы сделаем, это давайте уберем из всего этого добра запросы. Потому что запросы не меняют данные, их можно дергать сколько угодно, после них не нужно вызывать safe changes, черт побери. И вообще говоря, я склоняюсь к мнению, что запросы это даже не бизнес-логика. Это что-то такое, что не является вашей бизнес-операцией. Да, у запроса есть внутренняя логика, но сам по себе он никакой логики не содержит, потому что он не подразумевает под собой никаких действий. Вы просто просмотрели данные. Не нужно вокруг этого лепить не весь что. Как бороться с запросами? Как я в нашем проекте боролся с запросами и выдергивал их в отдельные сущности. То есть первым делом я сделал вот такую… Да, собака, он размазал весь шрифт, да? Ну ладно, дальше будет лучше. Первым делом, что я сделал, я написал вот такую обертку над iQuery. iQuery сам по себе весьма хороший интерфейс, да? Но, кстати, он еще и не асинхронный. Вообще не очень он хороший интерфейс. Но, тем не менее, я сделал вот такую оберточку, которая состоит из трех штук. Это коллекция all. Ну, то есть вы можете взять эту оберточку. Я на интерфейсах рассказываю без реализации, потому что реализация там у нас еще займет 10 часов. Вы можете создать вот такую оберточку над любым iQuery. У вас будет, грубо говоря, сам queryable завернут в нее property. Метод that, который добавляет предикат для фильтрации вот этого базового множества. Я потом объясню, зачем это нужно. И метод joint, который позволяет вам достать коллекцию другого типа. Ну, то есть это примерно как entity-фреймворкский дата-контекст получается. Вы же не можете достать коллекции разных типов. То есть там есть dbset-юзеров, dbset-документов. И вот в этой фигне вызвать jointed и передав ему тип, там, допустим, jointed documents, вы можете достать коллекцию документов. Показываю, как это использовать в реальной жизни. Делаем интерфейс хранилища. То есть вот за этой штукой прячется в моей реализации entity-фреймворкский дата-контекст, но скоро это поменяется. И у вас получается вот хранилище, у него пока что один метод. Метод get, который возвращает query for. От t. Да, сейчас пойдет очень интересная игра на типах. И таким образом запросы в вашу систему после такого небольшого преобразования приобретают вот такой вид. То есть запросы становятся, по сути дела, extension методами для вот этого query for. А вот этот query for вы вытаскиваете из интерфейса хранилища путем вызова метода get. И получается, что все запросы в вашу систему, они пишутся вот как снизу показано. Это даже читается хорошо. Storage, get user, который не заблокирован, и открытые документы. Да, не очень хорошо читается. Ну, черт с ним. То есть смотрите, вот используя такую абстракцию, используя вот такого вида декомпозицию, мы можем все запросы в нашей системе, то есть всю логику запросов вытащить из сервисов и перенести в статические, по сути дела, методы. И если вы приглядитесь, то вы увидите, что этот метод в терминах функционального программирования является чистой функцией, то есть у него нет контекста, он не взаимодействует ни с какими другими контекстными штуками, кроме переданных параметров, следовательно, его крайне легко тестировать. То есть вы можете написать юнит-тест на эту штуку просто как два пальца. И все, и все. И оно не занимает места в бизнес-логике. Расширения для вот этого query for, они могут быть более сложные. То есть я вас сейчас не призываю читать весь этот код, там потом дома, возможно, вы его прочитаете, но как один из вариантов использования мы можем сделать вот такие вот методы by ID. У нас они реально работают. И вы знаете, вот эти вот мелкие запросы типа get user by ID, get document by ID, да, вот с таким экстеншеном они превращаются вот в такие замечательные маленькие красивые штуки. Понимаете, вы пишете метод get что-то by ID один раз и используете его везде. То есть вот теперь у вас вот эта фигня, она не занимает бизнес-логики вообще нисколько. Вы от нее абстрагируетесь. И таким образом в бизнес-логике у вас остаются, на бизнес-логике у вас остаются только вещи, которые будут менять данные в вашей базе. И вот об этом мы сейчас и поговорим. Блин, у меня преподавательская такая привычка спросить у аудитории, все понятно, но я понимаю, что это метап, и надо как-то сдерживаться. Вот. И здесь что можно сказать? Вот этот подход с by ID мы действительно используем в своем приложении. Это вот сейчас реализовано, это работает, и черт побери, это чертовски удобно. Это адски удобно, особенно вот с проекциями. Второй подход. Если он нужно вытянуть там из какого-нибудь документа только два поля, вы делаете вот такую вот вещь, и все, и радуетесь жизни. Вы даже не используете полную загрузку строчки из базы данных в память. Это чертовски удобно, это чертовски классно. И я рекомендую такой подход. К сожалению, в исходниках у меня его нигде нет. Я это пока не могу выложить, но выложу чуть позже. Следующий момент. Да, ну здесь мы уже порадовались, видимо, про чистые функции я сказал, про бизнес-логику сказал, про грануляцию. Про грануляцию не сказал, да. И обратите внимание, у вас не возникает вопроса, где писать эти методы. У вас не возникает вопроса, в какой сервис нам положить вот этот запрос. Вы можете положить его, блин, куда угодно, потому что он автоматически прицепится к тому классу, для которого вы его пишете. То есть если у вас это связано с юзерами, он автоматически прицепится к юзерам. Если у вас это связано с документами, он автоматически прицепится к документам. Можно туда передавать любые типы. То есть вообще говоря, вы можете взять любой тип таким образом, даже какую-нибудь U-модельку или DTO-шку и сделать extension query for для вот этой DTO-шки. И это тоже будет работать с некоторыми техническими ограничениями. Здесь уже нужна грамотная реализация, чтобы она выдала exception, когда вы обращаетесь к точке all. Вот. Такое вот дело. Кстати, по поводу joinet я обещал объяснить. Вот здесь используется вот этот joinet, где мы джойним, собственно, коллекцию документов на юзеров. Вот для этого он был нужен. Едем дальше. Как же быть теперь с логикой непосредственно, с записью данных? Что можно предложить здесь? Что я могу порекомендовать? К чему я пришел? И, внимание, сейчас я буду говорить о вещах, которые я только запрототипировал. Я пока их еще не реализовал, потому что у меня времени на это нет, но я могу рассказать как надо. То есть, да, я тот человек, который ничего не может сделать, но может рассказать как надо. Смотрите. Предложение 2. Нужно проникнуться вот мыслью, что, по сути дела, все, что делает ORM, тот же entity framework, он строит некую пачку SQL команд, которые по safe changes летят в базу данных. Вот, по сути дела, если вы подумаете, то, черт побери, вы довольно быстро пройдете к мысли, что вот именно этим он и занимается. И, блин, именно от этого и надо плясать, как мне кажется. Заведем, допустим, второй storage, в котором мы заведем метод создания скрипта, изменения в базу данных. И два метода для эпохомита, возможно, синхронного. И дальше, собственно, к этому storage скрипту можно писать методы расширения. Тот же самый insert. Он может чисто по интерфейсу быть реализован вот таким образом. Про реализацию я не говорю, потому что детали реализации – это отдельная тема. То есть это сейчас концепт, наброска. Понимаете, да? Вот. Insert, например, можно реализовать таким образом. То есть у вас есть некий скрипт в базу данных. Еще раз, некий скрипт, наброс QL команд. И вы в него дописываете, ваша бизнес-логика фактически дописывает в него всякое. Вот. Update по первичному ключу, например, может выглядеть так. Да, я чуть позже расскажу про детали реализации. Что у нас еще? Insert из-под запроса. Why not? То есть мы тоже можем это сюда запихнуть. Одина из реализаций может быть такая. Знаете, что мне нравится C-sharp? Вы можете делать такой DSL, не выходя из C-sharp. То есть вы как бы делаете систему терминов и метафор, которые по факту… Ну не по факту, которые метафорически становятся как бы новым языком, а технически остается C-sharp. И это, черт побери, прекрасно. Вот. И так далее. То есть вот для этого скрипта можно дальше херачить методы расширения, которые будут конструировать, в общем-то говоря, SQL. Но здесь нужен не SQL, здесь нужно абстрактное синтактическое дерево, но об этом в деталях реализации. Вот. Важных момента три. Что первым делом мы избавляемся от дотнетовского трекера сущностей. То есть вот дотнетовский, EF-овский вот этот вот принцип, когда вы вытянули пользователя из базы данных, потом вы просто изменили у него какое-то свойство, там фамилию, например, и тыкнули save changes. Вы знаете, что происходит в этот момент? То есть вы понимаете, что entity framework, он вытягивает нас, он создает на самом деле две копии сущности, когда он вытягивает ее из базы данных. Одну он хранит у себя где-то во внутренней коллекции, вторую он отдает вам. И далее, когда вы ее меняете, он фактически changes tracker, он сличает изменения, и исходя из этого формирует апдейты, инсерты и много чего другого. И эта хрень работает чертовски медленно. То есть на 10-20 сущностях это еще нормально. Но когда у вас 3000 сущностей, это можно просто головой долбануться. Вот. Здесь этого нету. Ну как, здесь changes tracker будет в реализации, скорее всего, но маленький, локальный. То есть пока вы явную сущность не заинсертите, она не затречилась. Ну, что-то в таком духе. Опять же, это деталь реализации. Далее. Мы используем C-sharp для конструирования SQL. То есть мы избавляемся от прямого SQL полностью. Но при этом мы сохраняем гибкость. Следовательно, коль скоро это все на C-sharp, это все тестируется. Вы можете это все замочить в любой момент. И перевести операцию, которую вы делаете с SQL скриптом, на коллекции. Вообще запросто. Ну и на выходе вы, собственно, получаете пачку изменений, которые нужно накатить на базу данных. Можно сделать для этого оффлайн реализацию. Про это я уже сказал. Как это будет выглядеть, например, в ваших сервисах, в вашей бизнес-логике? Вариант вот так. То есть у вас есть некий скрипт, который инжектится inversion of control, там или, не знаю, или напрямую, если это тесты. Вы делаете, вы конструируете в нем какой-то, вы добавляете в него какие-то изменения, да, передаете его, не знаю, дальше. И в конце концов вызывающая сторона вызывает просто коммит этого скрипта. Вот, при том, обратите внимание, сам скрипт не может сделать коммит. В первой версии прототипа у меня было так, чтобы скрипт мог сам себя закоммитить, а сейчас нет. То есть только вызывающая сторона может его закоммитить. Вот. И вуаля. Вот таким вот образом вы пишете свою бизнес-логику. То есть вы понимаете, что ваша бизнес-логика – это, черт побери, набор изменений в базу данных. Это того надо плясать. Вот. Что еще? Опять же, еще раз. Это наброски и прототип. По части записи это наброска и прототип, да, по части запросов уже работает опробовано, гарантированно. Вот такая штука. Вот. Для реализации этой фигни мне нужен, мне нужно, собственно, AST для SQL. AST для SQL – это такой оксюмарон немножко, да, потому что в SQL очень много разных диалектов и набросать синтаксическое дерево для него довольно сложно. Вот. Ну и спереть конструктор запросов из Entity Framework. Я пока боюсь это делать, потому что там он вообще выполнен как-то очень странно. И очень странно, что создатели Entity Framework обошли без AST и без визитера для конструктора запросов. Но это уже лирика. Вот такие вот пироги. Вот это я ему хотел рассказать. Что? Вопросы какие-нибудь будут? Можете просто, не знаю, встать и высказать свой поль, типа я пишу на Entity Framework, и я... Сразу. Так, давайте, давайте так, поднимаем руку, встаем, представляемся, задаем вопросы. Смелее. Черт побери, все как на лекциях. Спасибо. Раз, два. Да, да, да. Спасибо за доклад. Меня Сергей зовут. На предыдущем метапе... Чуть-чуть громче можно. На предыдущем метапе был доклад по SecureS как раз. Почему вы не пошли по пути именно перестроить... Там я посмотрел этот доклад, и там основная мысль, насколько я понял, она была посвящена не SecureS, не разделению запросов и записи, а именно Event Source, который лежал под этим SecureS, насколько я понял. Возможно, я просто невнимательно просмотрел. Вот. В остальном, если вы скажете точно, что автор предлагал, я могу сказать, почему его решение лучше. Хорошо. И вопрос еще такой. Вот вы говорите в сервис, забираете в сервис и оборачиваете данные, логику. А в случае, если эту логику нужно менять на лету, то есть, например, со складом часто бывает, аналитики или продажники приходят, нужно что-то там по-другому сделать. Не задумывались над тем, куда в таком случае помещать логику? На лету в каком смысле? То есть вы имеете в виду, приходят новые требования и нам нужно передеплоить кусок системы или? Да, но не передеплоить, а изменить поведение. При загрузке вот этого 50-тысячного списка продаж, которые пришли от продажников, нужно что-то сделать не так, как вчера, а сегодня. И при этом это может меняться по ходу бизнеса ежедневно, еженедельно. Не, ну смотрите. Опять же, не видя проблемы, не видя конкретики, сказать сложно. Я на вскидку могу предложить несколько решений. То есть можно, я об этом думал, можно реализовать некоторые функции для скрипта изменений как методы расширения просто для этого скрипта, экстеншены, и подключать их разные юзингами через ну как тайп-классы. Это первый вариант. Второй вариант, можно просто, можно пойти вот, можно инкапсулировать это все просто в бизнес-логику и херачить ифами, например. Да, можно опять же архитектурно извратиться, вынести вот конкретно эти куски системы как-нибудь в отдельные сборки, например, да, и уже на этом уровне что-нибудь что-нибудь придумать. То есть опять же мало данных. Вы можете подойти ко мне после там доклада, после этого поговорить, я вам расскажу, как это сделать, как это можно сделать. Я постараюсь рассказать, меру того, как я пойму вашу систему. Да. Добрый день, меня зовут Иван. Вопрос такой, а что если нам нужно какую-то интранзакшн-логику сделать? Ну там типа взять допустим айдишник, который на стороне базы сгенерировался или еще что-то. И у этой же транзакции с ним чего-то еще такое сатуарит. Черт побери, как же я ждал того вопроса. И вы знаете, что самое интересное, я абсолютно не знаю, как на него ответить, так чтобы это было понятно. Грубо говоря, вот вернемся к этому примеру, к самому начальному, к инсерту. Вы видите, что инсерт, он здесь обернут в лямбда выражение, то есть это экспрессион от фанка. Таким образом, ничто не мешает нам внутри реализации инсерта и связанной с ним подсистемы просто затречить вот эту самую сущность и вставить в SQL скрипт команду для выборки вот этого результата. Например, то есть если результат будет вытягиваться на низком уровне через датасет, то айдишник вот этого юзера приспокойно вытянется и после исполнения команды опять же мы можем восстановить вот этот вот класс юзера и заполнить в него айдишник. То есть точно так же, короче, как это делает entity framework, только не глобально, а локально. То есть грубо говоря, все, что под инсерт не попало, в том ключи не заполняются. То есть понимаете, да, или нет? Как-то еще объяснить нужно. Короче, точно так же, как в entity framework это решается. Ну, с точки зрения интерфейса. Здравствуйте. Во всех примерах у вас айдишники это int? Это принципиально или гуиды что-то? Почему именно так? Да не принципиально. Я просто взял первое, что видел под рукой. Но при записи же будет существенная разница. Гуиды я могу генерить на клиенте? Да, бога ради. Мое решение вам это не запрещает делать. Ну, то есть каких-то нюансов там не появится с этим связанным? Нет, абсолютно. Единственная разница, вот как верно сказал человек, в случае айдишников, генерируемых на странице, в плане базы данных здесь должна быть немножко более, то есть в реализации должна быть немножко более такая sensitive логика, которую будет этот момент учитывать. То есть, грубо говоря, вы эти айдишники будете не записывать, не захарткоживать в команду, а сам вот транслятор этих команд записей должен их разворачивать обратно в ссылки на какие-то локальные внутри скрипта переменные. К вопросу ответа на ваш вопрос, да? Ну, сложно, блин, черт повери, я работал преподавателем, но я не умею объяснять сложные вещи. На бумажке рисовать надо. Так что нет, с гуидами, пожалуйста, можете их использовать, с ними даже легче будет. Да, 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 дайте микрофон человеку. Читал много холиваров по поводу сториджей, по поводу возвращения интерфейсов ай-кверибл, и перифеи всегда за это бьют и говорят только ай-енумерибл. Какое у вас мнение? Скажем так, если человек принимает участие в подобного рода дискуссиях, вы не принимали участие в этих дискуссиях? Вы их только читали? Читал много. Хорошо, потому что принимать участие в таких дискуссиях может только человек, который не понимает разницу между ай-енумериблом и ай-квериблом. А чтобы понять разницу между ай-енумериблом и ай-квериблом, вам следует хоть раз в жизни попытаться написать свой линкью-провайдер. Потому что ай-енумерибл, он сохраняет дерево выражений. Если мы говорим, что нам нужно что-то, то есть вот это вот условие, они оборачивают отдельным классом, типа как шаблон запроса, это паттерн спецификации, и передается туда. Соответственно, если вы воспользовались спецификацией, то ай-кверибл уже не нужен. Согласен. Согласен. Но в случае использования спецификации. Но здесь пример рассчитанный на то, чтобы уйти от излишнего класса интерфейса, чтобы оставить это на уровне функционального подхода. Каких? Да, да. Нет, это, знаете, я читал недавно буквально книжку одного человека, который пишет про DDD, Domain Driven Design, и вот он там как раз топит примерно за это. То есть давайте мы сделаем пару интерфейс, DTO-шка и класс для каждого запроса в системе. То есть по три класса. Вот то, что у меня реализуется одним методом, чувак предлагает делать тремя разными классами. То есть одним интерфейсом, одной DTO-шкой и, возможно, еще Vue-моделью и еще одним классом. Вот как бы… Да, в этом случае нам не нужен queryable, нам не нужен enumerable, потому что мы можем определить тип результата, вот мы его можем описать самостоятельно. Но как бы, черт побери, зачем? Вот. А за queryable, ну смотрите, здесь можно вернуть enumerable в любом случае, но я все-таки за queryable, все-таки, потому что он сохраняет дерево выражений. Потому что дерево выражений в дальнейшем мы можем как-то с ним еще оперировать. То есть мы можем посмотреть, например, каким образом были получены вот эти данные. Поэтому… И плюс передать его куда-то в другое место, если мы уже говорим о написании своего ORM, черт побери, я все-таки это сказал, то вот в этом месте, например, в вставке из-под запроса, видите, здесь open documents используется, здесь нам нужно иметь queryable, чтобы транслятор доступился, то есть чтобы сам ORM доступился до вот этого дерево выражений, транслировал его в SQL и задействовал его в скрипте. То есть вот здесь queryable прям важен. Но в принципе вместо него можно теоретически вернуть enumerable, но только как бы вы потеряете при этом дерево выражений. То есть у вас ленивость как бы останется, но дерево выражений вы потеряете. Хотя это зависит от реализации, возможно, там, не знаю, какие-нибудь люди, но чаще всего то есть вот этот вот самый queryable он реализует в том числе и enumerable. Так что вы его не потеряете формально, но вам придется очень много тайпкастить, чтобы в случае чего до него добраться. Вот. Ну, то есть такое. Тема дискуссионная, но опять же, надо понимать, что enumerable, queryable это вещи идеологически разные и это не то место, где допускается дискуссия по поводу а что вот здесь лучше. Нет, черт побери, это две разные сущности с двумя разными поведениями. Не надо их путать. Да. Еще? Вечер добрый, спасибо за доклад. Вопрос по грануляции. Это проблема же не только в ORM. Если мы на addon.net будем писать нативный, сквельчик там. Это проблема вообще всех людей на планете. Вот не знаю, я извиняюсь, я немножко вас прерву к вопросу грануляции. Вы пользовались когда-нибудь дживоскриптовыми фреймворками, да? Вот вы видели эти фреймворки, которые состоят целый пакет из одной строчки. Вот вам мастерпис о грануляции. Вот к вопросу о грануляции. Продолжайте, пожалуйста. Вопрос его решения больше интересует. Смотрите, в каждом индивидуальном случае вопрос грануляции решается по-разному. То есть я уже несколько раз пробовал найти общее решение. То есть мы берем любой проект в любой предметной области и дальше хотелось бы иметь некий набор правил, который нам дает железный ответ на вопрос что класть сюда, что класть туда, какие сервисы делать, как это. Черт побери, этого единого решения нет. Всегда в каждой системе нужно смотреть по-своему. В нашей системе, вот скажу так, мы пришли к такому выводу, но сейчас мы ее на домендривен переделываем и сейчас у нас большие собственно дискуссии по этой теме, но доселе мы придерживались правила, что мы делаем один сервис на бизнес-операцию. То есть у нас есть бизнес-операция, даже не то, что бизнес-операция, скажем так, бизнес-операция с некоторыми ответвлениями. То есть вы принимаете товар на склад и в ходе этого может возникнуть там необходимость черт побери, отрапортовать какому-нибудь поставщику о том, что у вас не сходится количество. И вот эти два метода, они должны быть в одном сервисе, потому что это часть одного как бы можно назвать это бизнес-стори. То есть мы вот именно по бизнесу делим вот эти вот сервисы. И это очень хорошо работает до определенного предела. Да, да, да. Именно так. Именно так. Оно не техническое. Добрый день, Евгений. Вопрос. Какой entity framework ты использовали? Оба. А какой? Все. На продакшене сейчас у нас работает шестой старый, в новой ветке мы переделываем на core. На core. Окей. И тогда еще такой вопрос. Вот сейчас напишем, вы напишите свою ORM. А чем она будет лучше того же entity framework? Я вам всю презентацию об этом рассказал. А чем она будет лучше? Где она будет быстрее? Да, она будет, она будет другая, будет своя, когда можно залезть на рапорт и что-то подкрутить. Так, понятно. Залазим обратно. Вот в этих задачах она будет быстрее. Вот, например, вот импорт. Ну, замечательно. Будет решаться. Делаем абстракцию, используем чистый ADO. У нас все хорошо и красиво. И быстро. Ну, как вам сказать, а вы ее сможете сделать действительно? Да. Я еще прикручу спецификацию. У меня разделю отдельно view, отдельно, отдельно select, грубо говоря, отдельно данные для изменений команды. И сколько классов в ходе этого вы напишите? Немного. А конкретно? Не больше, чем при своем ORM. Нет, ну понятно. Видите, в чем дело. В своем ORM-е я один раз напишу. И свой expression 3, свой DSL, который нужно будет сконвертировать в SQL выражение. А плюсом мы захотим на ходу поменять на другую с УБД. Требование от заказчика придет. Вот это мне больше всего нравится. Очень многие ORM говорят, что огромный плюс использования ORM-а это то, что вы можете поменять базу данных на другую. Кто реально сталкивался со случаем, когда вы меняете базу данных? Это я уже понял из контекста. По сути, это всего лишь адаптер, не более того. Ну, как вам сказать? Это не некий адаптер. Что это за адаптер такой? База данных это адаптер. Мы должны уметь его менять на ходу. Да черт побери, нет. Понимаете, у Oracle и у этого самого, господи. Тогда надо писать о хранении. Oracle и у MSSQL, забыл MSSQL, прикиньте, да. У Oracle и у MSSQL у них разные протоколы работы, у них разные возможности. То есть, когда вы меняете базу данных, вы какие цели преследуете? С точки зрения архитектуры, мы должны задизайнить архитектуру так, что база данных не должна влиять на домен приложения. Зачем? Вы как выбираете базу данных для проекта? Исходя из какого? Сложный вопрос. Ну, чаще всего есть некие требования заказчика, либо есть спецификация, какая база данных нужна. Ну, понятное дело. Сейчас реально, допустим, стоит вопрос о том, что сменить базу данных. Да, MSSQL и уйти на постгрю. Это требование заказчика. И хочешь, не хочешь, приходится крутиться. Ну, это замечательно, просто, ну, если у нас база данных, абстракции базы данных плотно протекли в бизнес-логику, то сменить? А зачем, понимаете, а если этих абстракций там нет, то зачем вам менять базу данных? Вы можете взять любую. И можете своему заказчику сказать, что мы можем взять любую. Предлагаю вопрос выбора базы данных обсудить в кулуарах. Да, давайте уже в курилку. Нет, чтобы вас не обидеть, я скажу просто, что вот это вот требование про смену базы данных, это очень специфическая фигня, и ее всегда нужно обсуждать в контексте. То есть недостаточно просто выдвинуть требование, что вот база данных должна быть легко заменяема, как бы, а зачем? Давайте последний вопрос и уйдем на перерыв и на дискуссию. Жаль, что мне пить нельзя. Здравствуйте, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, бывает такое странное задание, когда нужно логировать все. Ну, то есть, например, все добавленные сущности, все модифицированные сущности, все удаленные, да? Бывает. Мы заходим в контекст, обычно смотрим, вот там, что изменилось, и как все это дело складываем. В этом подходе как это работает? Быстрее, медленнее? Вот расскажите, пожалуйста. Да черт его знает, я на самом деле еще не думал. Хорошо, спасибо. Правда. Давайте поблагодарим нашего докладчика. Спасибо большое.